Привет! Вы смотрите Chemistry Today. Сегодня нашим предметом обсуждения станет веселящий газ. Мы продолжаем серию выпусков про вещества. Вот, например, наш старый выпуск про СО2. По физическим свойствам веселящий газ – это газ без цвета и вкуса, с температурой кипения в минус 89 градусов по Цельсию. А с химической точки зрения веселящий газ – это оксид азота-1, который также можно наречь закисью азота. Это один из оксидов азота. И если вы хотите видеть выпуски про, например, N2O3, то вам нужно собрать 200 лайков под этим видео. Думаю, это будет легко. Возникает вопрос, а с чего закись азота имеет такое странное прозвище – веселящий? Ответ демонального прост. Да потому что он веселит, то есть вызывает наркотические эффекты. Поговаривают, что он имеет сладковатый запах, однако мы проверять не стали. Что ж, давайте начнем с получения. Классическая реакция синтеза N2O – это нагрев аммиачной селитры или нитрата аммония. При этом происходит сопропорционирование азота минус 3 и азота плюс 5, и образуется только N2O и вода. Однако этот способ несет в себе некоторую опасность. В неосторожном нагревании аммиачная селитра может просто взорваться. К тому же механизм этой реакции таков, что может образоваться много побочных азотсодержащих продуктов. И поэтому мы предпочли нагреванию селитры нормальный метод. Смотрим. Переместившись в лабораторию, собираем следующую систему. В центре находится трехгорлая круглотонная колба. К левому ее горлу присоединена капельная воронка с компенсатором давления. К правому – отвод с трубкой для газа, а в центральной пока находится воронка. За кадром мы приготовили 25 мл раствора нитрита натрия и 50 мл раствора гидрохлорида гидроксиламина. Для начала через воронку нальем раствор гидрохлорида гидроксиламина в колбореактор, а в капельную воронку – раствор нитрита натрия. Теперь вывод газа – трубочку – поместим в стакан с водой для наблюдения. Прильем немного нитрита натрия к раствору в колбе. Почти сразу видим довольно интенсивное выделение газа. А теперь давайте поговорим о протекающей реакции. Гидрохлорид гидроксиламина или хлорид гидроксиламиния – это соль, образованная гидроксиламином и соляной кислотой за счет донорной акцепторной связи между протоном от соляной кислоты и азотом. В этой соли степень окисления азота равна минус один, а в нитрите натрия – плюс три. В этой реакции, что довольно неожиданно, нитрит выступает в качестве окислителя азота минус один в гидрохлориде гидроксиламина до плюс одного, сам при этом восстанавливаясь, но внезапно тоже плюс одного. Такая реакция называется сопропорционированием. В результате реакции весь азот переходит в степень окисления плюс один, то есть в закись азота. Вот и все. Веселящий газ не сильно растворяется в воде. Примерно 0,6 объемов Н2О на один объем воды. А теперь вы можете задать нам логичный вопрос. А что же такого интересного есть в этом газе? Сейчас все увидите. Для проведения красивых опытов нам потребуется колба, наполненная Н2О. А вот для наполнения колбы воспользуемся методом вытеснения воды закисью азота из баллона. В качестве первого опыта внесем в колбу тлевющий лучин, и о магия, она загорается! Помните, как мы определяли кислород? Да-да, именно так, по воспламенению тлевющей лучины. Однако мы все с вами видели, как абсолютно та же реакция происходит и с закисью азота. Связь НО в молекуле Н2О не слишком прочная, и при нагревании она рвется. В результате этой реакции закись азота распадается на простые вещества. В продуктах реакции мы можем видеть сильный окислитель, кислород. А значит, веселящий газ поддерживает горение. Это, кстати, обусловливает одно из его главных применений в технике, о котором мы чуть позже поговорим. И мы были бы не мы, если кроме молочинки ничего бы не сожгли в веселящем газе. Поэтому смотрим дальше. Не переключайтесь. Еще раз наполнив колбу, подожжем красный фосфор и поместим в нее. ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Выглядит просто потрясающе. В процессе реакции образуется оксид фосфора 5, то есть P4O10. И при добавлении воды он с ней реагирует, образуя ортофосфорную кислоту. Добавив метилоранж, замечаем, как он окрашивается в красный, что соответствует кислотной среде. А теперь сожжем серу. При этом образуется молекулярный азот N2 и продукт откисления серы, ее диоксид. Веселящий газ применяется в пищевой промышленности. Там он обозначается кодом Е942. Используется он, например, в качестве пропеллента в баллончиках с отбитыми сливками. То есть газа, который выталкивает сливки наружу. А все просто из-за того, что он растворяется в жирах. Помимо пищевой промышленности, закись азота используется также в медицине. Так вот, медицинский веселящий газ имеет применение в качестве средства для наркоза. Обычно для этого используют его смеси с кислородом. Просто для того, чтобы пациент не задохнулся. Например, смесь 20% кислорода, как в воздухе, и 80% закиси азота. А само наркотическое действие основано опять же на том, что он просто растворяется в жирах. То есть, извините, в нас. Однако не стоит перебарщивать с закисью азота. Все-таки веселящее действие этого газа может привести действительно к печальным последствиям. Если не рассчитать с концентрацией. И, наконец, самое интересное применение N2O. Думаю, многие из вас слышали про загадочное нитроускорение для машин. Это так называемая система НОС. Как уже было мной сказано, закис азота при нагревании распадается на простые вещества. Азот и кислород. То есть, буквально, впрыскивая N2O вместе с топливом в камеру сгорания двигателя, мы добавляем кислород, что увеличивает тепловой эффект реакции. А значит, и мощность двигателя. Тут, конечно, встает вопрос. А почему тогда для этих целей не использовать чистый кислород? Ответ довольно прост. Я думаю, вы видели, как горят привычные нам негорючие вещи в атмосфере кислорода. Ну, например, тряпка или чипсы. Так вот, проводя аналогию с бензином, который даже в обычной воздушной среде, легко восстанавливающаяся жидкость, можно быть уверенным, что двигатель просто расплавится, если не взорвется от такой температуры. Вот как раз азот, который также образуется в результате разложения N2O, и препятствует детонации смеси. На этом с закиси азота всё. Если вам понравилось видео, обязательно нажмите лайк. И я напоминаю, что если мы собираем 200 лайков, то обязательно на нашем канале выйдет видео про N2O3. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Рассказывайте друзьям о Кемстере Today. И всё. Пока.